Узбекистан, какие у него интересы могут быть, действительно, когда здесь 5 миллионов эмигрантов работают? Никаких интересов. Россия ничего не может предложить. Россия кормит эти пространства все 30 лет. Все. Другой вопрос, что Россия не может этим воспользоваться, а не в том, что у нас нечего предложить. Их экономика завязана настолько на нашу, что если бы не мы, они бы там без штанов ходили. А вот то, что было сказано в отношении Казахстана. Что вы хотите от Казахстана? Он что, должен действовать, исходя из интересов России? Россия плюнула на постсоветское пространство и 30 лет вообще не обращала на него внимания. Так что вы от них хотите? Кому они должны обращаться? Они должны верить, что Россия им что-то поможет? А что Россия может предложить Казахстану сегодня, кроме того, чтобы сказать, бойтесь англичан и бойтесь американцев? Что еще Россия может дать? Все. Она все и давала им все 30 лет. Они на этом жили. Они и сейчас на этом живут. Не учите никого, что в их интересах. Они знают лучше вас. Казахи лучше знают, на чем они живут. А можно нас все время учить? Нет, Якович говорит о другом. Якович говорит не о участникам программы. Якович говорит, что надо осознать, что каждая страна исходит из соображений своих национальных интересов. Ну, с этим, мне кажется, глупо спорить. Их можно по-разному понимать. Давайте дадим... Давайте дадим возможность себе кое-что завершить его мысль, перед тем, как вы все на него накинетесь. В никакой мере. Я никого не учу. Даже своих детей. А когда меня спрашивают, что я думаю, я отвечаю. Не хотите слушать мой ответ, не слушайте, не спрашивайте. Но если кто-то спросил, что я думаю, я говорю, про что я думаю. А иначе, чего вы от меня хотите? Что вы от меня хотите? Человек говорил, что вам выгодно? Нет. Никогда. Спросили, что я думаю, я ответил. Я ответил. Я спросил. Вы задаете вопрос, что вы хотите, мы отвечаем. Нет. И вы имелось в виду... Это риторическая реформа, когда речь идет о Казахстане. Не присутствует... Я не имел в виду отдельного человека. Россия не может говорить ни с Казахстаном, ни с Узбекистаном, ни с другой страной, взывая к прошлому. Говорит, вы нам обязаны. Они на это не смотрят. Ни одна страна на это не смотрит. И не будет смотреть. Они смотрят на свои интересы. Эти торговые страны. И если в их интересах будет сотрудничество, Россия не будет. Если не будет, не будут. Пугать их другим дядей, дядей Сэмом, или англичанами, или другим, это бесполезно. Вот так делают американцы. Что они делают? Они туда приходят, пугают их Россией. Они пугают их Китаем. Они пугают Россию Китаем. Они пугают Китай Россией. Это да. Но это не работает. Страна действует по интересам. Если у России будет что предложить Казахстану, конкретно, будет что предложить Казахстану, и это в глазах Казахстана будет более выгодно, чем то, что они могут получить от англичан и от американцев, они пойдут. Вот такой же разговор был про Украину. Нет. Да. Не кончилось это тем, что есть. Нет. Не было такого разговора. Они получали все. Абсолютно. Все получали. И сейчас получают. Узбекистан. Какие у него интересы могут быть, действительно, когда здесь 5 миллионов эмигрантов работают? Никаких интересов. Россия ничего не может предложить. Россия кормит эти пространства все 30 лет. Все. Другой вопрос, что Россия не может этим воспользоваться. А не в том, что у нас нечего предложить. Их экономика завязана настолько на нашу, что если бы не мы, они бы там без штанов ходили. Вот и все. А мы ничего просто не можем сделать с этим. А теперь рассказываем. У нас нет предложения. У нас выше крыши предложения. 25% подтверждения ваших слов. 25% экономики Таджикистана формируются за счет отчислений трудовых мигрантов из России. А если мы что-то не делаем или до чего-то не доходим, это, ну, собственно, не повод назидательных нотаций со словами. Нормально. Вы скажете. Я согласен. Вопрос в форме. Форма, какая есть, удобная. Очень хорошо. Какой не есть, он родня. Александр Алексеевич. Самому задавать вопрос, а самому на него отвечают. А они смотрят, что в связи этих рабочих российская экономика не может быть. Так смотрят на это в Узбекистане. А не так, как ты хочешь. Они говорят, без наших рабочих вы не сможете существовать. Поддержать вашу экономику. Сможем. А? Сможем. А докажите. А что доказывать? Доказывать нечего. Что раньше? И сейчас сможем. Это вопрос интересов бизнес-групп. Это не теоретический вопрос. Это не теоретический вопрос. Это вопрос практический. Практически 5 миллионов работает. Уберите их. Кто их заменит?